Мир вам! 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 Мир! Мир вам! 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 Мир! Мир! Мир вам! Мир! 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 М! Мир! 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 М! 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 ! ! М! ! 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 когда тьма, нужен свет, а его нет, это трагедия! Друзья дорогие! Поэтому, только в присутствии Божьем мы видим свет! Мир, друзья, этот мир живет во тьме! Писание много, я не буду цитировать, Писание очень много говорит о том, что мир живет во тьме! Тьма покрыла землю! У пророков сказано, не вечно будет тьма там и мрак, где он огустел! Но тьма густеет! Тьма становится такой густой, такой темной, что не видно дороги! Мне однажды пришлось ехать с братом в Киев, и такой туман, такая ночь была, и такой туман, что мы не могли ехать! Разметок не было на той дороге! Я попросил брата, он шел над краем дороги, а я ехал! Он показывал, где дорога! Представьте такую дорогу на Киев! Идет брат, показывает дорогу, а я еду! Это пешком можно в Киев дойти, да? Это не дорога! Это не путь! Друзья дорогие! Когда совершенно не видно дороги, это страшно! Но самое страшное в сумерках! Ни день, ни ночь! Очень многие верующие живут в сумерках! Ефесянам 4 глава, с 17 по 24 стих, Дух Святой прозывает через апостола не жить в сумерках! Не жить во тьме, но не жить и в сумерках! Ефесянам 4 глава, с 17 стиха. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, продались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Но вы не так, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Вот день! Какая истина? Отложить прежний образ жизни, ветхого человека, который во тьме жил, и обновиться... Возврати назад. Ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. О чем говорят эти слова? Вот это мир, в своем растлении, вы вышли из тьмы, вы живете во свете, у вас обновлен ум, обновлена жизнь, обновлено настроение ваше, вы облечены в праведность и святость жизни. Это жизнь во свете. А посредине? А посредине? Срединочка. Вы можете представить себе срединку между миром растлевающимся, между святостью и обновленной жизнью? А какая срединочка? Знаете, братья и сестры, я родился и рос в время атеизма. Время, когда церковь следила, чтобы быть церковью, потому что не устоит. Время, когда мир не любил церковь. Он и сегодня не любит. Но церковь любит мир. А тогда мир так не любил церковь, что церковь не любила мира. Когда динамики, которые повесил колхоз в каждый дом, новости прозвучали, начиналась музыка. Старшие подходили, выключали. Говорят, это мирская музыка. Ее выключали. И не слушали ее вообще. Когда в фильмы, которые в клубе показывали, ни один верующий туда не ходил. Говорит, то мирское, то мир. И я не хотел. Меня за руки, за ноги носили с класса туда, учительница сказала. Но я не ходил туда сам ни разу. Куда приходили в церковь, посылали специально неверующих людей, чтобы записали, сколько детей в собрании. Рассказывали ли дети стихотворения. А потом отраштавовать пресс-витера. И я уже был помощником пресс-витера в церкви 7 лет. Приходит... Народа было забито, потому что здание было маленькое, душное. Приходит записка. В собрание зашла женщина с накрашенными ногтями. Будьте осторожны. И мы же детей не ставили, потому что штрафуют пресс-витера. И там зашла женщина в серьгах. Она неверующая. Будьте осторожны. Приходит... Это когда была тьма и свет разделены. Когда моя племянница, моя двоюродная сестра, еще никто не знал, она в мир уходила, то мне сказали, она слушает мирские песни на мейтофоне. Она, наверное, отпадет скоро. Когда была ясность, где тьма, где свет. Братья и святые. А сумерки, а посредине. А посредине не то, не то. И немножко верующий, и немножко неверующий. Немножко мирской, немножко немирской. Да? Сумерки. И уже не свет, и еще не тьма. Друзья, дорогие. Я почему сегодня об этом говорю? А придет Христос. Он будет тут рассортировать, сидеть в этой тьме. Все рассветы. Не будет сортировать. Все это останется на великую скорбь. Он пойдет и возьмет тех, которые во свете. Тех, которые во тьме. Им еще звучит призыв. Они могут сегодня покаяться. Тех, которые холодные. Ангелы Владикийской церкви. Вот этих холодных. Можно еще привести к Богу. Горячих можно взять на небеса. А теплых что? Помните? Извергну из уст моих. Вот эти посредине. Между горячими и холодными. Между днем и ночью. Между светом и тьмою. Извергну из уст моих. Когда говорят. В церкви мы церковь. В бизнесе мы мир. Когда говорят. Дома мы можем посрединочке. По ситуации. Можем ссориться. Можем скандалить. Можем обзывать друг друга. На вылазке можем так. Там где-то мы можем так. В школе так. Там так. Вот эта серость. Вот эта срединность. Друзья дорогие. Почему? Бог сказал что разрушу Иерусалим. С севера идет беда. Потому что вы вошли в сумерки. Вы живете в сумерках. Не видно. Ни света. Еще и тьмы нет. И фонарик не применишь. Вы видели кого-нибудь. Чтобы в сумерках ходить с фонариком. Я не видел. Будут смеяться. Если пойдете с фонариком. Да и самому ни к чему вроде. Да в сумерках. Вы не видели днем с фонариком. Зато ночью ходят с фонариком. Но страшно жить в сумерках. Потому что именно в сумерках. Человеку кажется что он во свете. Почти во свете. В чем мне кажется. Именно в сумерках люди живут беспечно. И написано было. Другой пророк пишет. Горе беспечным на Сионе. Там где истина. Там где должна провозглашаться истина Божья. А они на Сионе живут в сумерках. Горе беспечным на Сионе. Друзья дорогие. Свет разграничен с тьмою. Второе послание Коринфянам. 6 глава с 14 по 18 стих. А потом 7 первый стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием. Что общего у света со тьмою. Какое согласие между Христом и Велиаром. То есть. Идолом. Сатаной. Какое соучастие верного с неверным. Какая совместность храма Божия с идолами. Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог. Вселюсь в них. И буду ходить в них. И буду их Богом. И они будут моим народом. И потом выйдите из среды их. И делитесь. Говорит Господь. Не прокасайтесь к нечистому. Не прокасайтесь к нечистому. И я приму вас. И буду вам отцом. Вы будете моими сынами-черями. Говорит Господь Сидержитель. Всем один. И так возлюбленные. Имея такие обетования. Очистим себя. От всякой скверной плоти и духа. Совершая святыню. В страхе Божием. Вот прозыв. Друзья дорогие. Иоанна 1 глава. 5. С 5 по 7 стих. 1 Иоанна. 1 послание Иоанна. 5 глава. 1 глава. 1 послание Иоанна. 5 по 7 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Там нет сумерек. В Боге сумерек нет. В Боге нет тени, которые проползли туда. Каким-то образом забрались в свет. Если мы говорим, что имеем общение с Ним. Говорим. А ходим во тьме. То мы лжем. И не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Мы одно. И кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас. Слышите? Тогда только очищает от всякого греха. Друзья дорогие. 2 глава. 10 стих. Это уже. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. И нет в нем соблазна. Ходить во свете, это ходить в любви. То, что сегодня Виктор Васильевич говорил. Иметь мир со всеми. Друзья дорогие. Мир со всеми. Это свет. Мы читаем 1 Иоанна 1.9. Что делать, если ты обнаружил, что ты болен? Что делать? Если ты Дух Святой обличил в грехе. Что делать? 1.9. Если исповедуем грехи наши. То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправды. Друзья дорогие. Когда мы больны, мы идем в аптеку, да? Мы лечим, покупаем лекарства. А если мы умерли, мы идем лечиться? Я не видел, что мертвые стояли в очереди в аптеку. Я никогда еще не видел, что мертвые переживали за свое здоровье. Если мы не переживаем сегодня за свое духовное здоровье. Друзья, может мы уже мертвые? Может уже поздно? Может нужно воскрешающего Христа пригласить? Потому что больные, которые еще живы, они идут. Они пытаются вылечиться, пытаются избавиться от болезни. Если мы беспечны, живем в грехах и нас не беспокоит совершенно, что мы в грехах. Если нас совершенно не беспокоит, что мы отлучены, что мы вне церкви. Друзья дорогие. В соседней церкви у нас в городе сказали двум братьям молодым, что они отлучены будут. Решили братское. И один спокоен. А другой приехал ко мне на эту неделю и со слезами говорит, я переживаю, я буду отлучен. Спокоен, которого похоронят, это мертвый. Который еще переживает, это живой. Я пригласил молодую сестру, на эту неделю сказал, ты будешь отлучена скоро. И вы знаете, я слез не увидел. Это страшно. Друзья, когда Дух Святой обличает нас в грехе и мы не плачем, мы уже мертвецы, разлагающиеся, которых давно пора похоронить. И Бог говорит, раз ты теплый, раз ты живешь в этой серости и тебе безразлично, что ты совершенно не тот, кем должен быть, извергну тебя из уст моих. Друзья дорогие, это истина Божья. И не верьте никаким кальвинистам, которые говорят, что греши как хочешь, а все равно спасешься, в конце концов, никому не верьте. Таких книг много. Истина говорит, если не покаешься, там же во второй главе, в третьей главе Откровения, то извергну тебя из уст моих. Я дал ей время покаяться. Поэтому нужно спешить. И Бог сказал сегодня, что нужно спешить покаяться, потому что можно умереть на грядках, потому что можно умереть на кухне, потому что можно умереть... Вы помните, когда в сестры родной муж пошел, она борщ собиралась сварить, он пошел внутрь ее взять в сарай, и убила током. Она ждала, ждала, пошла. Внутри нет, а он мертвый лежит. Друзья, я почему говорю? Можно опоздать. Есть такое очень страшное слово. Опоздал. Все было. Билет был в кармане. Все было у тебя, готово. Но ты опоздал. Ты не вовремя пришел. Можно не вовремя покаяться. Можно не вовремя начать беспокоиться в своем духовном состоянии. Можно не вовремя начать поститься, молиться. Почему я бессильный? Почему нет во мне жизни? Почему живу в этом сером мраке вечера? Ни тьма, ни свет. Почему и в списках церкви, а света нет, а соли нет, а письмом не являюсь, а аромат, держитесь подальше, как на опытной станции у нас, там, где очистные сооружения, проезжаешь, хочется нос закрыть. Братья и сестры, сегодня Господь желает обратить наше внимание. Прочитайте книгу Иеремия, пророка. Прочитайте его боль, с которой он обращается. Вот эту, вот эту тоску большую. Мы читали с вами в 6 главе, смотрите. А 5 глава, с 25 стиха. «Беззакония ваши отвратили это, грехи ваши удалили от вас добрые, ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловые, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей». И так дальше. Очень много написано о жизни в тенях, жизни во мраке. Когда увидишь в городе, даже не догадаешься, верующий человек или нет. Друзья дорогие, Господь, некоторые говорят, да Бог на сердце смотрит, Бог не смотрит, что ты ходишь полуголый, что ты ходишь карикатура этому миру, весь измазанный красками мира. Бог на сердце смотрит. Друзья, то, что в сердце, все сверху. Все сверху. То, что в сердце, все сверху. И в словах, и в делах, и в красках, и в украшениях, и в поступках, и в нечестности. А знаете, сколько сейчас искушений, заполняя декларации на субсидию, так хочется снежек на свет, на газ, да? Так хочется неправду написать, что ты безработней, когда на самом деле ты хорошие деньги получаешь. Или еще что. Так хочется. И вы думаете, что во тьме можно получить благословение? Вы думаете, что во тьме можно получить свет? И быть готовыми, братья и сестры. Сегодня Господь стучит в наши сердца. Сегодня Господь хочет сказать нам, выйдите из тени. В тьму? Я не хочу во тьму. В свет. Идите к свету. Христос есть свет. Идите ко Христу. Идите в Его присутствие. Поститесь. Молитесь. Читайте Слово. Идите в Его присутствие. И вы увидите жизнь. И Он скоро придет и возьмет там, тех, которые во свете. Поэтому, кто желает сегодня покаяться? Сегодня примириться. Сегодня жить, быть с Богом и быть готовым. Друзья дорогие, вы можете выйти наперед. Сегодня вы можете прийти сюда и покаяться, если вы никогда не молились. Если вы оказались во тьме, кайтесь немедленно. Если в серости, просите милости Божьей. Пусть пробудет, пусть даст покаяние. Просите милости Божьей. Аминь. Отче Небесный Божий наш, мы сегодня перед лицем Твоим. Ты сердцеведец. Ты истинный свет. Мы благодарны Тебя за спасение, за Спасителя, за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас и вывел из этой тьмы. Но Ты видишь, Господи, как хочется любить этот мир. Как хочется жить в серых сумерках. Мы боимся жить во тьме, но нам не нравится ходить во свете. И мы живем в этих сумерках вечера. Господи, прости народ Твой. Прости за все эти сумерки поступков, сумерки слов, сумерки поведения. Когда из одного источника пытаются, чтобы изливалась горькая и сладкая вода. А такого не может быть. Пошли еще покаяния. Помилуй еще народ Твой. Пошли покаяния, Господь, чтобы исправились. Чтобы не оказались непригодными. Чтобы не оказались теплыми, которые Ты хочешь извернуть из уст. Выплюнуть. Господи, Боже наш милостивый. Мы просим Тебя. Помоги видеть каждому, как настолько мы должны удалиться от этого мира, от греха, от этого разложения, от этой аморальности мира. Настолько мы должны удалиться от тьмы, чтобы быть светом, а не жить в сумерках. Господь наш, на милость Твою надеемся. Храни нас в руках сильных Своих. Благослови детей в воскресную школу, когда пойдут. Помоги, чтобы там учителя ходили во свете, не были теми, кто живет в сумерках. Помоги, чтобы детей вывели к свету из тьмы. Помоги в семьях детей выводить к свету. Благослови детей, потому что ожидает большое горе, если мы не выведем их к свету. Благослови воскресную школу нашу. Благослови детей, благослови учителей. Господь наш, наполни светом Твоим великим и вечным наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благослови. Продолжение следует...